В настоящее время мы не должны сжигать ископаемое топливо. Мы не должны использовать ничего, что загрязняет окружающую среду. Существует много других доступных источников энергии. Проталкиваемые влиятельными людьми такие альтернативные источники энергии, как водород, биомасса и даже ядерная энергия, крайне недостаточны, опасны и существуют только для сохранения системы, основанной на прибыли. Если мы присмотримся, то увидим лишь пропаганду и эгоистичные решения, продвигаемые энергетическими компаниями. Однако нам уже давно известны возобновимые источники энергии, имеющиеся в огромном избытке. Солнечная энергия и энергия ветра широко известны людям, но настоящий потенциал этих источников замалчивается. Солнечная энергия, производимая Солнцем, настолько сильна, что один час дневного света в жаркий день содержит больше энергии, чем весь мир потребляет за год. Если бы мы могли поймать хотя бы одну сотую процента этой энергии, то нам бы никогда больше не пришлось использовать нефть, газ или что-либо еще. Проблема не в доступности этой энергии, а в технологии, с помощью которой ее можно преобразовывать. В наши дни существует много продвинутых технологий, которые могут осуществить эти задачи. Если бы они не были блокированы необходимостью конкурировать за долю рынка с уже существующими энергетическими корпорациями. Но не стоит забывать и об энергии ветра. Энергия ветра продолжительное время считалась слабой, и, учитывая привязку к определенной местности, непрактичной. На самом деле это не так. В 2007 году департамент США сообщил, что если бы энергию ветра использовали хотя бы в трех из 50 американских штатов, то это позволило бы обеспечить энергии все государство. Также существуют малоизвестные людям способы получения энергии из волн и приливов. Энергия приливов добывается благодаря движению воды в океане. Установив специальные турбины, можно ловить эти движения воды и посредством этого получать энергию. На данный момент в Великобритании доступно 42 подходящих для установки турбин места. По прогнозам, можно обеспечить около трети необходимой Великобритании энергии, используя лишь энергию приливов. Сила морских волн, существующая благодаря движению океанов, может в глобальных масштабах приносить 80 тысяч тероватт-час каждый год. Это означает, что 50% всей используемой нами энергии может быть получена с помощью одних только волн. Очень важно отметить, что преобразование энергии приливов волн, солнце и ветра совершенно не требует добычи сырья для последующего использования, в отличие от угля, нефти, газа, биомассы, водорода, а также всех остальных подобных источников энергии. Если разумно использовать лишь эти четыре источника энергии, применяя самые последние разработки, то можно обеспечить энергией весь мир навсегда. Также существует еще одна форма экологически чистой и возобновляемой энергии, которая превосходит все остальные – геотермальная энергия. Геотермальную энергию можно получить путем утилизации так называемого тепла земных недр. При помощи элементарного процесса с использованием воды можно генерировать огромное количество чистой энергии. В 2006 году Массачусетский технологический институт открыл, что на Земле в настоящее время доступны 13 тысяч зета-джоулей энергии с возможностью использовать еще 2 тысячи при некотором развитии технологий. Суммарное потребление энергии всех государств земного шара составляет примерно половину зета-джоулей в год. Это значит, что на протяжении 4 тысяч лет мы можем получать количество энергии, необходимой всей планете, лишь из одного этого источника. И когда мы понимаем, что тепло нашей планеты постоянно восполняется, то становится очевидным, что его можно использовать вечно. Эти источники энергии лишь немногие из тех возобновимых энергетических ресурсов, которые нам доступны, и со временем мы только будем находить новые. Осмыслив это, становится видно, что мы имеем огромное изобилие энергии с возможностью обойтись без загрязнения окружающей среды традиционных методов охраны природы и особенно денег. А как насчет транспорта? Традиционным транспортным средством в нашем обществе является автомобиль и самолет, оба из которых используют ископаемое топливо для своей работы. В случае с автомобилем, требуемая технология аккумуляторов, обеспечивающая электрические автомобили энергии, достаточная для движения со скоростью 160 км в час на протяжении 320 км на одном заряде, существует и существовали в течение многих лет. Однако из-за патентов на аккумулятор, контролируемых нефтяной промышленностью, которая ограничивает их использование для сохранения своей доли на рынке, в сочетании с политическим давлением со стороны энергетики, доступность и применение этой технологии является ограниченной. Нет абсолютно никаких причин, кроме безнравственной заинтересованности в прибыли, против того, чтобы каждый автомобиль в мире стал электромобилем, совершенно безопасным для экологии, без необходимости заправлять его бензином. Что касается самолетов, в настоящее время мы поняли, что этот способ передвижения неэффективный, обременительный, медленный и вызывает слишком много загрязнений. Это поезд на магнитном подвесе. Он использует магниты в качестве двигателя. Магнитное поле удерживает его в воздухе и требует менее 2% энергии, используемой в самолетах. У этого поезда нет колес, поэтому ничего не изнашивается. Текущая максимальная скорость поездов с такой технологией, которую используют в Японии, — 580 км в час. Однако эта версия поезда уже очень устарела. Организация под названием ЕТ-3, которая связана с проектом Венера, разработала магнитоплан, способный передвигаться быстрее 6400 км в час в неподвижной, свободной от трения трубе, лежащей на земле или под водой. Только представьте, из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за обеденный перерыв или из Вашингтона в Пекин за 2 часа. Это будущее континентальных и межконтинентальных путешествий. Быстро, чисто и при этом затрачивается лишь часть энергии, используемой нами сегодня для тех же целей. В действительности же, если использовать технологию магнитных подвесов, современных аккумуляторных батарей и геотермальную энергию, то не останется никаких причин возвращаться к сжиганию ископаемого топлива. И мы можем это сделать прямо сейчас, если бы нас не сдерживала эта парализующая система, основанная на выгоде.